Всем привет видео о бюджетных покупках давайте не будем торопиться хочу узнать у вас как вам мой сегодняшний фон надеюсь вам понравится в принципе ничего такого особенного просто мне захотелось сделать как-то обстановку более уютнее и теплее надеюсь вам тоже понравится напишите пожалуйста мне в комментариях об этом и давайте приступим покупок в принципе было немного но все же кое-какие продукты у меня есть и также в этом видео я покажу некоторые продукты которые я не покупаю показывала вам бюджетных покупок давайте начнем с декоративной косметики первый продукт это был такой лип лайнер от ела мозаик у меня он в оттенке вишня сейчас покажу вам сводь поближе этот карандаш понравился мне тем что он достаточно хорошо держится не сильно сушит губы я люблю наносить этот карандаш на все губы и сверху покрывать гигиенической помадой получается очень замечательный такой весенний винный оттенок сам по себе карандаш немножечко суховат и пахнет какой-то старинной древесиной но это не мешает ему быть таким замечательным так что кто не пробовал пожалуйста обратите на него внимание следующий продукт это был также продукт его мозаик это была вот такая туз она имеет тоненькую кисточку прокрашивает ресницы она хорошо немного приподнимает их у корней но она не дает такого четкого изгиба также эта кисточка удобно прокрашивать реснички на нижнем веке неплохо удлиняет в принципе тушь хорошая держится она у меня уже долго и до сих пор еще не высохла практически все продукты из марки ела мозаик мне нравятся не знаю почему этой марке уделяю достаточно мало внимания на youtube мне кажется больше нужно внимание обращать на эту марку так что вот обратите внимание на ела мозаик также я вам не показывал свою базу по тени от фирмы bell или belle не знаю как правильно но она мне достаточно давно довольна этой базой в баночке она выглядит немного сиреневой но на глазах она абсолютно прозрачная хорошо держит тени продлевает стойкость в общем хорошая база у нее немного жирноватой консистенции мне как раз таки базы такие нравятся тоже очень хорошая достойная косметика мне кажется у этой марки следующий продукт я его также вам не показывала до этого но он уже у меня достаточно давно это вот такая вот палетка теней от essence называется она night club сейчас покажу вам слотче поближе не все тени в этой палетке хорошо пигментированы как вы видите все тени в этой палетке достаточно яркие больше они предназначены конечно для вечернего макияжа дневной макияж ними сделать к сожалению не получится потому что светлые оттенки мало пигментированы довольно таки редко пользуюсь эта палетка потому что ну не тянется к ней рука разочаровала меня качество и пожалуй последний декоративной косметики что я вам покажу это был вот такой гель для бровей ресниц от белор дизайн по своим способностям этот гель не отличается от вот такого вот геля от арт визаж который у меня был ранее единственное что у него упаковка побольше и в нем присутствует небольшой шиммер но этот шиммер никак не влияет на результат он абсолютно не виден ни на ресницах ни на бровях так что не знаю мне понравился этот гель в принципе но опять же повторюсь я не увидела никакой особенности разницы между гелем от от визаж и белор дизайн и давайте уже перейдем к уходовой косметики в одном из своих предыдущих видео я вам говорила как мне нравится мицеллярная вода от лореаль и очередной флакон у меня закончился взамен лореалевской я решил попробовать вот такую мицеллярную воду от гарниер давно она вышла но у нас в магазинах почему-то она появилась совсем недавно и вот как я увидела что она у нас тоже есть я решила ее конечно же попробовать она не имеет запаха хорошо удаляет тональную основу по своим способностям она похожа на воду от лореаль в принципе особой разницы в них нет макияж глаз она снимает неплохо но если вы пользуетесь водостойкой косметикой то придется потрудиться эта мицеллярная вода подходит для того чтобы снимать макияж с лица с глаз и губ и что мне нравится в ней это то что она не требует после себя никакого дополнительного смывания у нее просто огромный объем здесь 400 миллилитров расход у нее такой же идет какой лореалевской воды в принципе свою цену она за это и оправдывает следующее что я купила я купила следующее что я купила это были вот такие полоски для носа я их уже использовала у меня их осталось всего лишь две штуки в комплекте было всего шесть эти полоски гипоаллергенные в принципе неплохо очищают поры но не так хорошо как хотелось бы в качестве профилактики вполне можно пользоваться следующее что хочу вам показать это была вот такая соль для ванн от фирмы fresh juice опять же надеюсь я правильно произвожу соль для ванн расслабляющая у меня она со вкусом ягоды годжи и жасмин продается она в самых обыкновенных магазинах понравилась мне эта соль тем что она действительно расслабляет пользуюсь я ее где-то раз в неделю немного окрашивает воду достаточно мне посидеть 15 минут она не требует больше никаких дополнительных гелей для душа в общем нравится мне эта соль девчонки если вы увидите то обязательно попробуйте действительно расслабляет хорошо и желательно эту соль использовать на ночь перед сном ну и промежутка с этой солью я использую такую пену для ванн фирма русская поле пена для ванн противопростудная покупала я ее когда было холодно покупала я ее в магазине fix price но я знаю что эта фирма русской поле продается и в обыкновенных каких-то магазинах у меня от этой фирмы уже была маска для волос которая мне тоже нравилась и потом я не знаю почему-то ни в одном магазине я не могла ее найти и вот когда я увидела в магазине пены для ванн от этой фирмы я решила тоже ее попробовать у нее очень экономичный расход достаточно 2-3 колпачка на всю полную ванну пахнет она травами мне понравилось то что в состав входит много-много разных трав и практически нет никакой химии и наверное последняя на сегодня это был такой бальзам для волос от натуры сибирика это их серия облепиха немного скользкий по консистенции мне понравился результат это то что он делает волосы мягкие действительно придает объем как здесь сказано пахнет он облепихой и как обычно здесь нет с лс нет парабенов в общем хороший бальзам понравился мне волосы после него они более мягкие становятся более эластичные и упругие что ли как мне показалось что мне еще нравится это то что этот бальзам достаточно легкий чтобы его наносить на всю длину и не будет эффекта невымытой головы наоборот он делает волосы легкими и придает объем это были все мои бюджетные покупки за март если вам понравилось видео то конечно же ставьте пальчик вверх не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропустить новые видео всех целую пока пока а